Полный покой Никого нет Разумок и искажение слова Так, присаживайтесь Мы уже помолились, все Значит, сегодня Я когда говорю ему голос Как-то его услышал, замерзла Не уговаривайте, чтобы она кричала Хорошо снимай Вы не морщитесь, это ваша работа Ты сиди и молись Сразу полумертвые делаются от криха ребенка Если Христос воскрес, а мы не воскресли Какая польза Не мешайте ей кладу, пожалуйста На месте пил у нас ехали Уже тысячи детей Говорят, что еще не хватит Я имею основанную Сегодня вам сказать Совсем серьезно Что Христос воскрес Если вы это верите, то поверьте, что это знание, что Христос воскрес, а мы не воскресли Будет главным упреком для нас Мы в преисподней окажемся, не со Христом Апостол Павел непрестанно говорит об этом Если он воскрес, будем ходить в обновленной жизни Какая-то обновленная жизнь Если вы сюда ногами пришли, а голову дома остались То есть обычный мир сегодня у вас Поднимите руки сейчас У кого из вас У родителей, братьев, сестер Было десять в семье детей У ваших родителей, у вас, у знакомых, близких ваших У родственников Поднимите руку Ну, родственников-то были Десять человек Больше было Я говорю, десять, опусти Считать не умеешь Больше Больше Подними руку Больше у меня было Я говорю, десять Она восемь от десяти не может отличить Она говорит, больше десяти было Я вам поднимаю руку Я вот, у меня двенадцать было Все, живые? Да Так, вот теперь вопрос тебе, встань, пожалуйста Ну, это не у меня, а у бабушки Они важны И они все были живые, когда было двенадцать Да Так, скажи, от крика ребенка они в обморок падали? Я не знаю Не знаю, что здесь, ничего ты не знаешь Мне нужен женщина, который знает, как воспитывали Я знаю Ну, конечно, я знаю Вот стоит мой родной брат, я его выводил Его пеленки стирал И у матери, у нашей, с отцом, было десять детей И вообразите себе, что от крика ребенка Мать бы падала в обморок Сестеренка моя, она три года моложе Ее вот так за пояс, мать, сделает И на печке привяжет Чтоб с печки не упало А там висела ниточка, и на ней перец И она перец этот достала Ну, ребенок же, ну и в глаза Лесо-то разгорелось Ну, а мне-то, что на три года всего старше-то Как я побежал к тетке Ба-а-а, там тетка Настасья, беги, скорее Доська горит Та не жива, не мертвая прибежала Горит, ну, горит это понятно, с огнем Что у нас получается? Вот у нас есть одна наша прихожанка Третьякова Акелина Поставь ее вот так вот на ноги, на пол От одного слова, скажи, что делает Поверни ее на всю заботу Еще нет, вот она рядом, ее никто не смотрит Чего она сейчас наряет? Это означает, что у ней нет Акелина не похожа, кроме крика И она открытая, и они в оборах потают И у меня крип не услышал отец И он бросил там команду А кто ее посадил? А кто ее? Я посадил Ты сейчас прибежал в данный момент Возьми ребенка и с моей территории уйдите Чтоб я в них храме и территории не был Потому что все, что здесь делают Дома уроду ребенка дать Один Один ребенок, и они все Она как крип, но ее не хватает И туда ее Ребенок, это эгоистка растет А ну возьми на руки Возьми на руки Подними ее Знаете, какой клапан закрывает Все Она уже еми крутит Она не больная Она сухая, накормлена Все Только схватили, они сказали У Шемко так она бегала Что? Какой ребенок растет? В этой открытой двери демона Она открывает отменить У нее такая бабушка с высшим образованием С несколькими красными дипломами Она глупая и глупая делается Только ребенок вякнул, а не все И что делать? Не знаю делать Я говорю, я знаю Я вас научу Возьмите у батюшки святой воды Как она дома закричала Сразу пократи Это первый этап Так она еще будет кричать Все, отдельная комната Мы смотрели Джейн Эр Сейчас она неща Она выжимает Думаю, что бабку убежали Она знает оружие свое А она не знает И вот Джейн Эр Объявление зато долго Нам ехать надо Там Игорь Барабаш У него есть молочное Если кто желает взять Можете выйти взять Мы сейчас уезжаем Что там? Молочные у него продукты Кому нужно можете выйти взять у него Здесь так Я добавлю немножко Я ухожу Потому что У моей сестры Младшая Валентина У нее семеро было Все живые сейчас И вот эта младшая Мария Баури Вот такая была Я прихожу к ней Там жили они А она стоит в этой кроватке И вот так вот Орет А она на кухне Там что-то делает Я говорю Валь Мария Это орет Там это Ну Ты что-то сделала А я говорю Все сделала Я говорю Она накормила Она сухая Я говорю Так она орет Я говорю Мне надо Она орет Правда Порала Порала Перестали Давай перебирать Там веревочки Какие-то Все Я говорю Я говорю Я накормила Ползунки Эти колготки Там сменила Все Все Несу Она говорит Стоит Орет Я говорю Ее дело Я поэтому Направлю еще Так Попотни Выходите У них в семье Десять живых Он тоже Имел опыт И как только Ребенок не закричит Валя Моя сестра Она начинает Волноваться Она лежит Она накормлена Сухая И дети Никто у нее не плакали У Вали Семеро Я говорю Днем свободно Я до этого Я замоталась За ребенком Лежать Вы вспомните Мать Владимира Ильича Ульянова Это не мой герой Она говорит Очень Мария Хотела Каждого ребенка Обнять Подходила Но я Воздерживалась Я знаю Что это порча Я подходила Смотрела Все нормально Поворачивалась Уходила Понимая это В спартанском Государстве Самое мощное Государство было Сидел Совет И рассуждали Дети растут Уроды Ювенальные юстиции Еще не придумали Отнимать Ювенальные юстиции На месте Детьми не занимаются Займутся Массоны Займутся Другой нацией Люди Манкурта будут Растить У них в два года Мать пока кормит Лебенка Два года Кормили грудью Всех детей Отнимали Мальчики Это в будущем Были солдаты Непобедимые Во всем мире Вспомните Джей Лер Она проведется Сразу в отдельную комнату И она там Ну кто смотрел Этот фильм Самое большое наказание Для заключенного Отдельная камера А он повесится Штурки отбирает Он говорит Разорвет одежду И на ней повесится Одежду отнимает Он когда голый А он раздежит И ударит Боловой об этом Интересно Сделано как матрас И все Ничего нельзя сделать А он будет ходить На наручники На два наручника На растяг И его подарили Это лекарство Очень хорошее И вот она Сейчас бабушка Она бегает с ней Я говорю Не трожь Она вот сюда Льется Отсюда И сюда А бабка стоит Вот так Она снопоршилась Ее не пускает А она из-под нее Сюда И орет Ей надо пробраться И она ничего Она совершенно Оглупелая Я подошел Зачем ты это делаешь Закрой эту дверь Дверь закрыла Она тогда Начала рваться Куда-то Другой И у нас здесь Нет никакой Ей надо командовать Бабкой Она это не понимает Это на подсознании Уровня Животного происхождения Любимая твоя счета Она Отдай Я говорю Отдай А ты с потелка Она не сли Вы меня уже Спрашиваете Иди с уходу Закрой Иди Сиди с ней Закрой Только закрой дверь Все Распокоилась Виктор Андреевич Они хотели Я не считаю Это третий Зарвание Бегут сейчас Купят Он что Едет А где эту молочку В магазине Они купят Ну что Ну что Молочку Дарите Других дел нету Что ли Человек говорит А вы какое-то молоко Было молоко Только надо Возьмут Глухонему Не надо Ничего не Так поднимите Кому молочи надо Выскочите Возьмите Поднимите Руку Кому надо Они не понимают Что им надо Ну раз Не надо Что я Никто не выходит Так все Никому не надо Кому надо Молоком Потом зайдут Не надо Бери молоко Ешь Вы поносить будете Много молока Будете ездить Надо еще Привыкнуть После поста Я знаю Это расслабилище Ресло Вы сдержитесь Малинка И что получается Дальше Разговор Всящий Стоговор Все Все Привой Николаевна Ты стояла Рядом Я тебя уже Селом Тащу Из этого Шлюза Туда Ну выйди Я рядом стою Не могу сдвинуть Она уже приклеилась Я дело говорю Ну сейчас Так было Так Я ее беру И говорю Ну рядом храм Вот Через коридор Стань и молись Я рядом Гляжу Игорь Вылетает оттуда А где Дочь Кто посадил Они сделаются Как сумасшедшие Они не понимают Что она растет У ней новые Новые методы Будут заглушить их всех Молитвы Нет утренней молитвы Вместе стоят Не стоят Я дома знаю Дома полный развал Ребенок только помогает Закрепиться в этом Бартаке Это не христианская Семья Или церковь Вот здесь приходите Запомните Больше этого не будет Я Сколько можно было Терпел Больше не будет Почему? Воскресение Христово Наступило Или вы воскресаете Или сидите дома Здесь температуру Не надо этим задавать У всех были дети Я рассказываю Семья Я из семьи Где 10 детей И чтобы от крика Ребенка падали В обморок Этого никто не знал Вообще у нас Как будто дети Не плакали Все знали Своё место А знаете что Ребенок Это не просто Маленькая обезьянка Шимпанзе Или что-то Это учитель наш Хорошо запомните Это учитель Василий Великий Говорит криком Ребенок Выражает Своё моление Когда Перед причастием Этот ребенок Не выражает Моление Это диктаторский Дикий крик Как сирена Морская От тумани Ревёт Это не нами Уже придумано Значит Я предупрежу Юлю Сюда приходить И делать Как я сегодня сказал Она стоит за дверью Я закрыл Тогда на второй раз Когда пошел Город спуститься Завел туда Детское Детское Все открыто Прикрыл ее Есть сколько сейчас уже Вот есть Ей два года скоро Вот два года Как она начала орать Кричать там Отец услыхал Где у глухонемых Она не больше пяти раз Закричала Молк и до конца Больше не плакала Все Я открыл дверь Она спокойно стоит Ни урока Ни одного не прошло И ребенок уже другой Она поняла Криком ничего Здесь нельзя взять Вот посадили Она сразу Покричала Все Мы дома на печке На русской А русская печь Еще с палатами Ну печь Вот такая вот Как до стены Примерно Там взрослые Вытягиваются Метра два на два Индия дальше Из палочек Решетку делали вольер И там ребятишек Хоть сколько Соседи принесут Ничего не было А сегодня Буквально умирает От этого Ребенка посадили Весь мир За решеткой сидит Бог ограничил Наши движения Тяготением земли Определенные условия У власти И самое строгое Знали Что ей время родить Но никто не знал А где С терпом Пшеницу И в это время Она отошла В сторонку Ушла за снопой Назывался Суслов Ну стоят снопы Чтобы сохнуть Слышит Кричит ребенок Выходит Мама наша А уже двое родились Двойняшки Хорошо Если дадут Дня четыре Дома быть Дальше опять На работу Она пошла Вот так Росла Россия И она Пребывала Россия Так что Каждый год Не менее Пяти миллионов Новых детей Не считают Смертности 1913 год У нас в деревне Одна была У нее Двадцать четыре Ребенка Родилась Но многое умирало Но остальные Это с ними Никто не сидел Я с мамой Пилю дрова Она Сынок Я немножко Отойду А у нас крысы Бегали Везде стояли капканы Я ловил Ушла Долго Я пошел Слышу Кричить Я молоток Схватил Уже в десятом Классе был Дергаю Корову А затем Не могу Слышу Мама говорит Бегай Бабушку Кочеку Позови А зачем Да я девочку Нашла С мамой Пилил Дрова Вручную И я не знал Что у нее Родится восьмой ребенок Родная мать Я даже не видел Ну не понимал Не видно Никто не хвалился Она с пузом Теперь ему надо музыку слушать Музыку слушает Пускай у барана Овечка все время кричит Для чего Чтобы ребенок То есть ягненок В очреве Привык к ее голосу Овечки ходят скучно Они головой вот так вот И ягненок потеряется Но она подает голос И он ее по голосу слышит Он уже привык У человека это отнято Не надо искать мать по голосу Мать должна накормить Напоить Сухой Все Довольно И около него сидеть не надо Один ребенок заблокировал троих Один ребенок Это идол Самый настоящий Во весь рост Спрашивает А может это избавить Уже мы избавились сегодня Вот она закричала Хватает Ее не надо трогать Когда она кричит Она вытащила Самое мощное Свое атомное оружие У нее другого то нет Она не депутат Ничем не может руководить У нее нет винтовки Как Мауза Дун Но у нее есть мощный голос Как у Яши И они все с ней Ты же медик Медицинский работник Психологом ходила не один раз Что с тобой сделалось Кого ты превратилась Уродуйте своих детей Вам отвечать перейдется Перед мужем Которым она попадет И она будет думать Голосом возьмет Это есть небольшой рассказ Как украинка Вышла замуж за узбека Но у нее не ладится где-то Он пришел домой Он говорит Давай ее знакомить И говорит Если я прихожу И у меня тюбетейка Вот так Прямо говорит Это значит У меня не все в порядке Ко мне лучше не подходи А если она вот так вот На бок Тюбетейка У меня там удачно Я сделку сделал У меня деньги В порядке сегодня Поэтому можешь обниматься Подходить Она говорит Ахмед Ну у нас тоже Украинские порядки есть А украинские женщины Хохлушки Они страшно не покоривая Ты когда домой приходишь Ты смотри у меня как платок Если я посплоткаю Вот так вот Все проще Мне тогда плевать На твою тюбетейку Как она стоит Прямо или как Где Она уже вцепится ему в тюбетейку Такой обычай Жена должна быть покорной Это главное ее качество Она всего лишь ведомая Муж глава Она что придумала Муж глава Я шея А голова поворачивается Куда куда шея А шея то что будет думать Все непонятно Шея то она Поворачивается Куда голова Я и скажет Не надо выдумывать Это растет девочке И девочке Нужно особое внимание Внимание Покорности Вы ее делаете Не покоривой А диктатором Хорошо запомни С сегодняшнего дня Второй день После Пасхи 16 апреля 2020 года Больше этого здесь на этой территории не будет Как она закричала Мне ее отдавайте Дома Значит святого По хруппе Она сразу заглохла Там две карты попадет Она остановилась А потом отдельную комнатку И все уберите Чтобы она не могла Она будет вредить Она будет ломать все Она растет Она будет чем-то досадить Порвать А вот это уже наказуемое дело А для этого у тебя должна быть розыга Не жалей розыга У нас конкретно Определенно написано В законе Божьем И если родилась дочь Потеряй сон отец Найди мужа Выдай замуж А в замужности Чтобы она не осквернилась И дальше была послушана Сераха все перечисляет по порядку Вы не думайте Как она будет жить завтра Вот самое-то опасное в чем Ты умрешь Ты уже полуживая ходишь И у нее здоровья никакого нет Один ребенок Я слышал про одну женщину Полячку Там семь уже детей И она выглядит как молодая Дальше не больше там Тридцати лет Двадцати пяти Спрашивает А как вы сохранили свое здоровье Она говорит Больше рожать надо Через здоровье женщина Ощущается Дальше Я все внимание не бросаю на одного Одного сейчас Вот ребенок погиб Он может погиб Он заболел Вы умрете от тоски А когда у моей матери Десять Двенадцать было И один заболел Умер Мать перекрестила Слава Богу Бог одного прибрал Осталось одиннадцать только Бог прибрал Понимаете как? Вы со всех сторон посмотрите В мировом обществе Как это делается Как это делалось До Еще христианства Как христиане воспитывали И чтобы от крика ребенка Будешь тревожиться Когда он пьяный Говорит Наложи на него крепкие узы Чтобы при его крике Не тревожилось сердце А почему? А он идет пьяный Поет песню Шумел камыш В свое время ты не шумел А теперь отец за сердце охватается Что делать? А теперь в милицию Теперь отца вызывает свидетелем Сыну грозит суровый срок А дочь Сегодня говорят Чтобы в школе Закончить Найти она девственница была Это один из вопросов А по закону Божий Так Она не девственница Должна быть приведена К дому отца После брачной ночи Убита А если носит Священника Златоуст говорит Строже наказание Ты других учил Почему не учил Свою отрасль Привезти к дому Разжить костер Живьем жечь Это Библия говорит Не сдумайте Жесть сделать против Бог тебя покарает Это говорит Бог Имя которому любовь Понимаете Я хочу сказать Что человек Он навыки получает С детства Как маленький щенок Вот воспитывает А щенок Грязные лапы Он подбежал На хозяина Я говорю Зачем ты позволяешь Ну он маленький как-то Но он растет Теперь большой пес Под 70 килограмм Лапами грязными Он не знает Что человек делает Да ты же научил так Ты же его приучил Ты пресеки в это время Вот мне чтобы Крика этого не было А он не будет Открыть Почему А тебе доказательство Мы закрыли за ней дверь Она раз пять пыталась Закричать Никого нет И она умная девчонка растет И она сразу встала И стоит Прошло время Я говорю Батюшка Там еще одна прихожанка Пойди покропи ее Батюшка заходит Она лежит на кровати И кверху смотрит И батюшка Она уже зашла на кровать Она уже отдыхает Она отдыхает от вас Мучители Вы замучили ее Она лежит И думает Господи Тогда мы можем остановить Гибель государства Вот где надо Урок-то где Так Вопросы В первые дни Я не слышал Что ее уговаривали Никак Так Мы сейчас отца спросим Ты слышал о чем я говорю? Это ребенок Слышал Сегодняшний день Она команды здесь не будет И не на территории Дома сидите Если здесь Будет только так Как сказали Она закричала Спокойно ее Ну Заходить то и не надо Она знает что Она уже через пять минут Начинает вас дергать Закрыл дверь Ничего Это детская Нормальная комната Почему Около нее Все время Должны быть затейники Как в детском лагере Она должна быть Сама собою Я вот разговариваю С женщиной Ну она мне Ровесник Я говорю А у вас игрушки были? Были Я говорю А какие? У нас Говорит Чурочки пилили Говорит И две ровно Мама бросила А потом Дала мне старые подтяжки Я говорю Целый день им и играю Подтяжки И две чурочки маленькие И посмотри Сколько сегодня игрушек Я у бабушки один Я у бабушки одна Я у дедушки одна Мы никогда не видели Чтоб наш отец За ребенка хватался Мы знали отец Это строгость Я говорю в этом ролике Мать скажет Отец придет Что скажет Не выплыли огород Мы не знали Что он буквально тряслится Отец что-то скажет А что же он может сказать? Скажет Не бьет ничего Так Ты поняла? Ты главный противник Воспитания детей Запомни Ты думаешь Вот он виноват Он занимает здесь Не главную роль Главная роль это ты Я сказал Как ребенок рождается Бабок ликвидировать надо сразу То есть отдельно Ссылать куда-то Тебе надо было С первого дня Как он ребенок Голос подал Тебя в отдельную комнату Заключить Она была другая А теперь как? Она потерпела полное Ну родители Фиаско Воспитание детей И думает Это играться на внуках А уж А внуков-то я воспитаю Да у тебя опыта Положительного нет Ты не можешь воспитать Человек думает Ну три раза женился неудачно Ну четвертый раз По новенькому будет Жена будет лет на 80 Моложе И у меня все дело пойдет Не пойдет У тебя отрицательный опыт Положительный опыт такой Чем ты строже Обращаешься с женой Тем более Она к тебе привязана Тем более Она понимает Что это защита Это стена Что это не подкаблучник Когда Беседовали там Епископ Евтихий И Максим И я не пришел Когда они Давай без этого Ну без съемки Все Так неужели он ушел Евтихий говорит Да Он не пойдет на компромисс Евтихий Она знала Больше 10 лет Нет Говорит Игнатий не пойдет На этот компромисс Тем более Вы дали согласие А потом внезапно Отменили Я никогда с этими людьми За стол переговоров не снял А сейчас везде снимают Приходят Сами снимают А я уступил бы Ничего бы не было у нас этого Тем более Нам теперь Очень легко ссылаться Вот там записаны Вот слова А там что угодно Могли наматывать Так запомните На этой неделе В среду или четверг Намечается встреча вепархии Но тут уже Будет регламент По другой статье Батюшка Вот здесь говорил Сидели Николай знает Я ни одного слова Не проронил Кроме вначале Сказал У кого телефон Зазвонит Свободно Выйти в коридор Поговорите Опять садитесь За всю Вот эту беседлю Я не сказал Ни слова Но уже Это будет Это будет по другому Уже я приготовил им программу И у них желания Об объединении Не будет Они будут молиться Чтоб только мы К ним не подходили Я расскажу Кто они есть Я расскажу Кто мы есть И программа Как нам соединиться Сотрудничать Они как огня Будут бояться Это определенно Уже часть программы В интернете Я выставил Как ездить на благовесие От них количество людей Как на машине Какие порядки Как все Беден надвое Потом вместе Собираемся Порово говорим Вы благословенные Максимом Все сделаем как есть Пойдут Не пойдут Батюшка Так они не пойдут Наше дело Предложить Христос сказал Придите Труждающиеся Обременные все Они придут Это уже другая сторона Решает В слове вопрос Христос воскрес Из мертвых Смертью И смерть поправ Сущим В гробах Живот даровал Мы играем Решающую роль На третьем припеве Христос воскрес Из мертвых От меня это не зависело Никак Это было Запланировано От Бога И Он воскрес В любом бы случае А дальше Смертью Свою Смерть поправ Почему Это у Бога Было запрограммировано А вот Сущим В гробах Живот даровал Жизнь Это нельзя выполнить Без моей стороны Богу здесь не воскресить Если я не отвечу Ему Я тебя звал А ты не пришел Я остался не воскресший Сущим В гробах Господь дает жизнь Тогда Когда та сторона Расслышала Приняла и говорит Господи Войди в мою жизнь И хочу жить Он говорит Сын был бы мертвый И ожил Нас мертвых По преступлениям Оживотворил Еписянам 2.5 То есть Это три припева Христос воскрес Измертных Первое Это ангелы Поют Смертью Смерть поправ Это приходится Ко всем Кто уверовал Но не зависит от нас Он поправ бы ее все равно Для того явился Сын Божий Чтобы разрушить Идеяло дьявола И дьявол знал Зачем ты пришел Раньше времени И мучить нас То есть он ожидал А вот третье Бог не может выполнить Бог сам не может выполнить Почему? Он наделил человека Подобием своим Свободой Если человек ответил Нет не хочу Бог не может его воскресить И не будет воскрешать Бог создал не роботов Не манкуртов А подобие себе И поэтому я Сказал Господи Как я счастлив Что ты открылся Мне Я тебя принимаю Я хочу с тобой быть И теперь я воскресаю Ребенок должен воскреснуть Ты должен воскреснуть И ты должна воскреснуть Не от уверования А от этого дурного Не воспитания А порчи ребенка Теперь спрошу Ты согласен или нет Чтобы ребенок твой был нормальным Не кричал И подчиниться тому Что я говорю Согласен Согласен А ты? Согласен Согласен И теперь Юле только спросите Кто не согласен Остается с ребенком дома В этом вене не приносите Не уродайте ни себя И людей не мучьте Я за каждое слово отвечаю Оно вывернуто По слову Божьему По опыту жизни Не забывайте Что я начальник детского лагеря Сороковой год Я работал отдельно С малолетними преступниками Я имел доступ Там мало кто имел И как они себя там ведут Он Любыми путями Ребенок Попасть бы в больничку И они разные способы знают Я говорит Повел на допрос его А он говорит Разбежался по лестнице Ноги поднял И как упал носками Чтоб сломать копчик А теперь он в больнице Он в больницу Считает себя Невиданным счастьем А доктор